Ну что, в Крыме. Я не буду делать никаких философских выводов, я только расскажу, как чувствовали и видели мы, крымчане, как чувствовал я и большинство людей, которые участвовали в этих процессах. Ну, естественно, когда начался весь Майдан, большинство крымчан его не поддержало. У нас даже была такая организация татарская, СИБАТ, которая очень так жестко поддержала Януковича и ездила на антимайдан. Более 400 татар ездило на антимайдан. Ну и наши крымчане тоже ездили. Правда, на обратной дороге их пожгли, сожгли два автобуса, 30 человек пропало без вести. Никто не знает до сих пор, где они. Кто выжил там, кто выжил, значит, они рассказывали. У нас митинги проходили, на митингах идей этих людей показывали и рассказывали, как это все происходило. Парень говорил, говорит, на моих глазах, говорит, прутами забили двух человек. Прутами просто. Вот. Одного обвалили бензином и просто подожгли. Около автобусов? Да. Люди, это было ночью, люди бежали кто куда. Бежали через поле в лесополосу. За ним гнались. Вот такая ситуация была. Естественно, Крым это очень жестко воспринял. Вот. И стал сразу вопрос о федерализации. То есть, многие тогда состоялись большие митинги. Если на Украине там вот этот Беркут проклинали, у нас, когда Беркут Крымский вернулся оттуда, уже после бегства Януковича, их встречались с цветами, их встречались с цветами. И когда привезли трех бойцов погибших, крымских, там, на Майдане, их привезли к нам в Симферополь, их хоронило пол Симферополя. Людей очень много было. Для меня вот это было очень важно услышать насчет случая с возвращающимся с Майданом, вот, автобусом. Да, да. Поскольку не было, было несколько роликов на Ютубе, да, совершенно страшного, в котором можно было представить ситуацию. Но дело-то в том, что потом это все заглухло. То есть, в информационном поле России, вот этот совершенно страшный, непредставимый случай, да, ну, для нас, русских, вот таких, в спокойной обстановке живущих, да, фактически его замолчали. Но я не говорю уж о том, что по центральным каналам ничего об этом практически. Ну, может быть, я не знаю, я не помню, что бы это было. Может быть, так, между строк, что называется. В Ютубе было два-три ролика. Угу. На меня это было... Горячий автобус. Да. Серьезно. Ну, что я хочу сказать. Извините, ну, вот честно. Вот до сего момента я был убежден, что это фейк. Почему? Объясняю. Потому что такой информационный повод не раскрутить, это, ну, непредставимо. А все, я делал вывод, что это было сделано специально, какие-то спецслужбы. Сделал такую картинку для того, чтобы возбудить массы. Массы возбудились, а потом это дело замяли. А почему замяли? А потому что, ну, расследование, то ли, то ли, то ли, то же все договорились тихонечко, то все слили. Вот такая ситуация складывается. И почему-то вот это уже стандартом становится, да? Ну, у нас та же самая Одесса, она, ну, она уже, конечно, раскручена, и они говорят, но не в той мере, в которой она заслуживает. Извините. Да, я понял. Я просто хотел сказать об этом. Значит, дальше должен был состояться, когда народ начал требовать, чтобы собрались депутаты и решили вопрос о федерализации, должно было состояться, значит, заседание Верховного Совета Крыма по этому поводу. Но депутаты многие, особенно партии регионов, просто не пришли на это заседание. Мы не могли собрать кворума. Кворума собрать не могли. Они все попрятались, кто куда. И буквально за ними посылали, буквально из дома многих вытягивали. Чуть не пинками гнали Верховный Совет. Но когда должно было состояться это заседание Верховного Совета, значит, Верховной Радой, как называется там Крыма, значит, Чубаров, это наш радикал такой из татарских, он подогнал туда примерно 6 тысяч своих радикалов. 6 тысяч примерно их человек пришло, и с ними пришли представители от партии Баткевщина, представители правого сектора со своим черным знаменем. Они были подготовлены к этому, они были вооружены, у них были газовые баллончики, у них были цепи, у них были биты. У нас народ собрался, как всегда, без ничего. Нас было больше, нас было порядка 10 тысяч. У нас было больше, там огромная толпа стояла вокруг этого Верховного Совета, но к такому противостоянию мы были не готовы. Они начали нас оттеснять битами, баллончиками, камнями, начали нас оттеснять. Противопоставить им было нечего. Погибло 3 человека. Одну женщину задавили просто в толпе. Один мужчина умер от сердечного приступа, пожилой уже дядечка такой, бывший военный, между прочим, умер от сердечного приступа. И одному парню пробили голову, проломили голову. Были ранены, где-то порядка 20 человек ранены, но это уже некоторые из наших начали, побежали по домам, начали искать хоть кто-то под руку. Но тут вышел Чубаров, короче, могло начаться опять все по новой, но тут вышел Чубаров и объявил, что Верховного Совета, то есть заседания не будет, ибо кворум так и не собран. Кворума нету, соответственно, на этом все закончилось. Часть крымских радикалов пытались проникнуть в Верховный Совет, они проникли туда, но потом все-таки милиция их оттуда выдавила. И на ночь Верховный Совет взяли под охрану наши сторонники, Верховный Совет. На следующий день все-таки собирались опять проводить этот Верховный Совет и уже обзывавленивали всех знакомых, друзей. Подтянулся Севастополь, приехали из Севастополя люди, приехали из Евпатории, из Феодосии. Они в автобусах приехали, и там же и ночевали. Ну, кого смогли, тех забрали домой, к себе крымчане, ну, в Симферопольск. Значит, на следующий день мы подходим к Верховному Совету. Утром, рано я утром пришел, людей было не так уж много, всего несколько сотен человек было наших. Вот. И видим над Верховным Советом российский флаг. Российский флаг висит. Подошли к Совету министров, там тоже российский флаг. Нам объяснили, что ночью приехали какие-то люди на машинах, на военных машинах. Видеосъемка это засняла, там видеокамеры стоят, она засняла. Та, те люди, которые охраняли из наших Верховный Совет, они там типа баррикад построили такое вот. Их быстренько оттуда убрали под автоматами, значит, и зашли внутрь. Мы не могли понять, кто это. Оказалось, как потом, позже оказалось, это были люди, вернее, бойцы Беркута, которые провели консультации, своеобразные консультации с российскими вооруженными силами, которые стояли в Крыму. Те сказали, поможем. Есть большой шанс, что помощь российских войск была принималась не на высшем политическом уровне, то есть на уровне президента, а просто местным руководством? Вполне возможно, я не знаю этого. Я таких тонкостей не знаю, мне никто их не говорил. Скорее всего, это коррелирует с тем, что я сказал. То есть не было информационной торкачки. Беркут полностью захватил Верховный Совет, значит, и на следующий день там уже стояли российские солдаты. Ну, видно по обмундированию, по всему, что это, они хоть и были без знаков различия, но вооружение покруче, значит, оснащены более лучше, чем наши беркутовцы. Вот, и форма совсем другая. Вот, тем более, что часть людей, которые сидели в Верховном Совете тогда, которые захватили, они вообще были погражданки. Вот, они с автоматами были, все, в бронежилетах, касках, но погражданская одежда. Спортивные там штаны, там, кроссовки. Вот. Вот так вот произошло. И там стояла цепочка милиции, вот так, редкая цепочка милиции. Мы толпой эту цепочку прорвали и вышли к Верховному Совету. И сразу, как стало известно, что на Верховном Советом Российский Флаг туда начала стекаться со всего Сиферополя толпа. Пришло, не знаю, по разным данным, от 5 до 10 тысяч человек, там, по разным данным, я не знаю, кругом стояли люди, считать их трудно было. Вот. И тут же стали записывать в ополчение. Вышел Аксенов, сказал, что сейчас послали людей за депутатами и сейчас будет, все-таки будет Верховный Совет. Вот стояла вся толпа, ждала, что же примет Верховный Совет. Притом толпа требовала никакой федерализации, никакой, никакого, это самое, каково, Конституции 92-го года, которая была до этого, пытались принять, но ее таки не приняли, значит. А присоединение к России, потому что многие пришли с российскими флагами, значит, звучало все время из динамиков, звучал российский гимн, песня Харчикова там. Уже он успел, я не знаю, когда он успел написать песню о Крыме. Потом песня, есть такая, Вика Свянова пела, что Крым это Россия, короче. И вот это вот мы ждали все решение этого Верховного Совета. Вечером нам вышли и сказали, что Верховный Совет принял решение, значит, провести референдум. Провести референдум о Крыме. Сначала был вопрос, многие были недовольны, что сначала вопрос был о возвращении Конституции 92-го года. Вот. Поэтому на следующий день уже было решено поставить два вопроса. Либо Конституция 92-го года в составе Украины, либо присоединение к России. Вот. Вот так вот оно все и случилось. И тут же люди начали записываться в ополчение. В первый день записалось, по-моему, 13 рот по 100 человек. Это 1300 человек записалось в ополчение. Вот. И еще через неделю где-то это ополчение мы захватили несколько военных частей. Потом захватили военкомат центральный наш, республиканский военкомат. Этих людей две сотни бойцов одели, наиболее боеспособных, и выдали им оружие. Они начали патрулировать. Со стороны Украины тут же начали забрасываться. Татары притихли. Чубаров не показывался. Только выступал постоянно по телевидению. Такой у нас татарский канал есть, АТР. Вот по АТРу он постоянно выступал, значит. И на всех украинских каналах появилась вот эта заставка «Единая страна» и тому подобное. Вот. И начались, ну естественно, началась информационная война. То есть начали выступать там артисты разные украинские, короче, и по телевидению, и в интернете. Значит, призывая нас одуматься и тому подобное. Вот. А Сердючка? Да. А Сердючка? Не только. Нет. Верхняя Сердючка, по-моему, не выступала. А вот многие известные артисты, они, да, не выступали. А известно, это кто? Ну, я сейчас не упомню фамилии. Ну, это самое, по телевидению у Руслана, наверное, среди них тоже была. Не только Руслана. Она была, да? Да, конечно. Ну, там много, много известных артистов, при том, артисты эти самые, каково, артисты кино, при том, как многие из которых играли в российских фильмах. Вот. Я не особенно слежу за этим делом, поэтому я сейчас фамилии не упомню. Но это есть в интернете, это можно найти. Обращение, значит, это самое, как называется, артистов Украины, или как там, значит, к жителям Юго-Востока, к жителям Юго-Востока. Вот. Потому что такие же уже вещи начали происходить в Харькове, начали происходить в Донецке, начали происходить в Одессе. Вот. Днепропетровск, правда, очень рано, сразу буквально взяли под контроль. Днепропетровск. Очень быстро они взяли под контроль. Вот. Вот. А вот в других областях там создавались тоже дружины, начали создаваться и тому подобное. Засланцы, которые к нам засылали, значит, самооборона пыталась таких людей отлавливать. У нас в медицинском институте, где очень много украинских студентов учатся с другой Украиной, значит, нам звонит женщина, а я с самого начала был в самообороне, но я был не столько в самой самообороне, сколько я был там, как бывший военный, я был, консультировал и немножко их готовил к боевым действиям. Ну, то есть, учил немножко их, как пользоваться оружием, как перемещаться под огнем противника в случае чего и тому подобное. Вот. Как вести бой в городе. Потому что, ну, бояры, что украинская армия придет сюда, и, естественно, придется вести бой в городе. Вот. Так. И... Что еще? Вот, самооборона, звонит женщина к нам, к нам, самооборона, и говорит, значит, вот возле там общежития, студенческого общежития, собралась группа людей с синими вот этими повязками, с жевто-блакитными ленточками, значит, и они говорят о том, что нужно уходить в подполье и тому подобное. Ну, вот наши самообороновцы туда быстренько подъехали, и человек 15 похватали. Вот. Я не знаю, что с ними там было бы дальше, потому что их там, с ними уже разбирались там другие люди. Вот. Потом, когда началась стрельба, первая стрельба у нас началась возле части за Симферополем. Там стоит украинская часть. Вот. И наши самообороновцы туда выдвинулись, к этой части, по ним открыли огонь. Из полуразрушенного, вернее, не недостроенного здания, по ним открыли огонь. Вели огонь с двух стволов. Притом и по украинской части, и по нам. Один парень. А, да, еще прибыли казаки из кубанских казаки. Где-то порядка, ну, на весь Крым их порядка тысячи человек прибыло. Ну, вот у нас в Симферополе их человек 200 было, наверное. Человек 200 в Симферополе было. А они еще прибыли в Севастополь, потому что в Севастополе очень-то жестко поднялись, тоже народ поднялся. Вот, более 50 тысяч человек, а это, ну, скажем, каждый шестой, можно сказать, вышли в Севастополе. Каждый седьмой, наверное. Ну, 360 тысяч населения, по-моему, в Севастополе. Вышло в Севастополь, они выбрали народного губернатора там своего города Чалой. Такой бывший предприниматель. Ну, такой оказался пассиональный очень мужик. Он быстро так, именно его выбрали почему-то севастопольцы. Не знаю, я с ним не знаком, поэтому мне трудно сказать. Но, видно, он чем-то себя в этом проявил, что именно его избрали. Ну, а у нас, как? У нас начались, вот, когда стрельба вот эта была, одного снайпера застрелило с Иван Барон. Один снайпер сбежал, ушел. Не успели его перехватить. И взяли еще наводчика, который корректировал стрельбу. Вот, наводчика взяли. Вот, у меня двое ребят из моей секции, а я в Севастополе ввел секцию, вернее, такой военно-спортивный клуб. Вот, двое ребят из моей секции, они участвовали в этом. Это вторая рота у нас участвовала как раз в это. Вот, парень как раз погиб там, из Волгограда. Он приехал в Крым из Волгограда. Волгоградский погиб, не наш, не крымский. Кто стрелял, кто стрелял из агентостроенного здания? Те люди, которые стреляли, ну, я не знаю, их задержали и отправили в милицию или куда, я их не видел. То есть неизвестно, кто это? Неизвестно, кто. Неизвестно, кто стрелял. Их отправили в милицию, я говорю только то, что я знаю. Что с ними было дальше? То есть, в смысле, было два снайпера, один корректировщик. Один корректировщик. С одного снайпера и корректировщика задержали, он сбежал снайпер. Одного убили снайпера. А, одного снайпера убили. Там, странно, пуля попала ему, ну, буквально в шею вот сюда вот, в шею вот сюда вот попала. Вот, то есть довольно точно попала пуля. Вот, у меня даже было такое подозрение, что его пристрелили. Может, кто-то свои-своих пристрелил. Но я слишком уж точный выстрел. Потому что стреляли с расстояния, ну, примерно около ста метров. По снайперу ввелся огонь. Шальное что-нибудь. А может, был второй еще наводчик? Потому что они же в разные стороны вели огонь. Они в разные стороны вели огонь. Может быть, и был. Я говорю, вот, кого задержали. Задержали одного наводчика. Одного наводчика. Одного снайпера убили, а один ушел. Но Лешку мы обнаружили. И винтовку обнаружили, СВД. И винтовку он бросил. Слишком... Большая, большая. Да, большая, неудобная. И бросается в глаза. Тем более, это в городской черте еще было. Но с воинской части, как раз на окраине города стоит. Вот. Из части тоже огонь ввелся, да? А? Из части тоже вели огонь. Которые пытались взять. Да. Потом начали... Да, с части тоже вели огонь. Притом тоже не знали, куда стрелять. И частично вели огонь по нам. У нас еще два человека было ранено. Не убиты, ранены. Легко, правда. Вот. Два человека. А это уже с украинской части. Они стреляли. Двое ополченцев было, так сказать, ранено. Вот. И стреляли и по этому зданию. Там ввелся огонь из нескольких видов оружия. Притом из пулемета крупнокалиберного. Потому что такие куски арматуры. Там с этого здания. Там плиточки отлетали. Из России были организованные или так, единичные приехавшие? А? Из России организованные были приехавшие? Очень организованные. То есть группами... Они приехали на автобусах. Они приехали в камуфляже. И несколько... Ну, по-моему, около сотни человек приехало сразу с оружием. То есть они были уже вооружены. Все знают, что нас вербовали в России специально. Да, да, да. Они были вооружены. Притом у них и коллиматорные прицелы там были, короче. И из казаков многие были вооружены и бронежилетами. То есть и бронежилеты у них были, и разгрузки были. Все, и вот эти вот. На плечники, на окотники, на коленники. Вот. Ну и почему казаки? Потому что на всех были кубанки. С красным верхом. Большинство ходило в кубанки. Вот этих вот. Ну и там атаман их не такой сбородатый мужик. Ходил в нога и колечко в сапоге. Вот. Вы сам сельферогрец. Да. А как отношения, ну, с точки зрения вашей, так сказать, сколько вы заинформировали, нет отношений к Януковичу? Сельферогрец. Отношения к Януковичу негативные. С него все началось. Началось что? Ну что вот. Весь этот Майдан. Он дал, так сказать... Нет, я имею в виду только отношения не вообще Украины, а отношения с Симферополь. Как Симферополь? Симферополь. Как Симферополь себя проявлял в Симферополе и отношениях с Симферополь к Януковичу? Большинство симферопольцев голосовало за него. За него? Да. Но только для того, чтобы не голосовать за оппозицию. То есть считалось, что Янукович все-таки ближе к России, ближе как-то к таможенному союзу, потому что большинство крымчан выступало за таможенный союз и против всякой евроинтеграции. Ну, за исключением, конечно, там группы людей. Это вот... Их очень немного у нас было. То есть оппозиционных сил, так называемых, принадлежащих там правому сектору, там партии Свобода, партии Батьевщина. Ну, на весь Симферополь, ну, может, сотню человек можно было набрать таких. Они постоянно выходили у нас к Верховному Совету, стояли с украинскими флагами и пели украинский гимн. Ну, это активисты, а сочувствующих, наверное, больше было? Ну, может, и было больше. Может, и было больше. Ну, они сразу так прямов. Потому что тут же, как только они появлялись на площади Ленина, тут же выходил русский блок, выходили коммунисты, выходила там другие организации, вот, и их буквально численно, их задавливали постоянно. Потому что пели гимн Советского Союза, перекрикивали их, пели гимн Советского Союза, там и тому подобное. Ну, это вот постоянно, это вот во время Майдана, это было чуть не каждый день, вот такое вот, противостояние такое. Если вы имеете в виду до Майдана еще? Ну, нет, во время Майдана, когда еще не начались вот эти все события. А до Майдана? А до Майдана? До Майдана все тихо было в Симферополе. Единственное, что на некоторых Калановах появлялся такой товарищ Пилунский, из партии Баткевщина, и вот, все время агитировал за... на разных там политических шоу он появлялся, агитировал все время за Евросоюз, там и тому подобное. У него, конечно, оппонентов всегда было больше, чем сторонников, вот, поэтому его задавливали. Вот, и у нас телевидение, что вот канал Крым, что канал ФМ, такое у нас есть, это местные каналы, они были настроены против Майдана и против этого самого. Единственный канал Черноморка, Черноморк это канал, который финансировался Тимошенко. Поэтому... Русскоязычные каналы это, да? А? Русскоязычные каналы. Да. Это каналы все русскоязычные. В смысле, надо это сказать? Все русскоязычные. Ну, местные. Это местные, это все крымские каналы. Вот. И был еще четвертый канал крымский, это татарский. АТР, он половину на русском велся, половину на татарском. них там вот это тамга их него канала ази российская проиграться только уже после референдума или были сразу же российские каналы станет не канал не канал из россии они были до референдума вот как только началось это все они взяли под охрану нет это были только крымчане а россияне приехали где-то вот после того как верховный совет объявил референдуме после объявления о том что будет референдум вот где-то в течение недели появились вот это вот кубанцы да там приехало много там даже сербы приехали даже сербы были чеченцев не было чеченцев не было не видел чеченцев я не видел хотя говорили случае что они приезжали где-то стояли бахчисарая говорили что приезжали чеченцы затихли сейчас их они молчали тогда когда еще не прошел вот этот верховный совет они кричали значит вам 10 дней чтобы снести памятник ленина это чубаров выступил по телевидению 10 дней крымчанам давала чтобы снести памятник ленина на площади ленина конечно было много возмущений стоит и стоит это наша история какой бы она ни была но это был вызов нам как бы что мы должны ради них почему-то сносить памятники какие-то мы же не сносим их не памятники у них тоже есть там памятники их ним у нас симферополе григорьева например такой правозащитник который защищал генерал ему поставили там памятник напротив кинотеатра симферополь ну пускай стоит кто их трогал коммунисты поставили по памятник жертвам так сказать а он упал ли когда его тут же облили краской него григорьева никто не трогал мы поставили поставили но я скажу так вот радикальная крыло татар радикальное крыло татар это всегда было но мы называли это пятая колонна хунты киевской пятая колонна киевской хунты центральной власти да они постоянно что-то требовали они занимались самозахватами там по захватывали кучу земель вот им я и я и я не скажу что киев официально серьезно занимался их проблемами зачастую местные власти это утраивали кое-что от киева кое-какие доходы и вкладывали именно в татарский вопрос что как-то их успокоить хоть как-то их успокоить вот что было до этого несколько стычек довольно серьезных стычек и вот могилев который был последний назначенный из киева руководителя вот крыма вот последний назначенный из киева он до этого на них бросал даже милицию их там выгоняли откуда-то самозахватов каких-то их выгоняли могилева не очень любили вот но могилев когда встал вопрос о федерализации он ушел в сторону он не стал в этот вопрос и и многие из партии регионов ушли в сторону вот то есть они не захотели таких радикальных мер короче но испугались короче за свои деньги за свои должности и тому подобное они смотрели все углядывались на киев нет они существуют их их я не знаю вот в июле месяце в июле месяце собираются легализовать как гвардию крыма вообще он не за год находится сейчас они да это вооруженные группировки и сейчас по крыму привела примерно около 12 тысяч по всему крыму порядка 12 и они с оружием идут домой они не с оружием я забрали оружие забрали они шло по домам но в принципе собираются на учение у нас есть штаб он находится в центре города прямо напротив той же в площади ленина и рядом с советом министров там их штаб находится и оттуда в принципе даются все команды оттуда даются все команды не только по сиферополю но и по всему крыму а организована эти отряды были отправлены на восток украины или 400 человек наши сейчас воюет на востоке они организованы или самостоятельно по отдельным группами они организованы они организованы поехали да ну то есть были люди которые их собирали и которые их смотрели насколько они боеспособны что они могут вот кого попало туда не брали отправляли людей более-менее через керчь через керчь через керчь вот мой товарищ который у меня в свое время тренировался он три раза ездил туда обратно возил людей он чисто возил людей туда показывал вот сейчас он кривка неизвестно по поводу довольствия получают что нибудь всего спецов то есть кто может работать с пазарка кто может работать с гранатометами но и механики водители сказали нужны очень сильно механики водители потому что но не хватает механиком водители хотя не знаю техники пока я особо не вижу там много чтобы тяжелой техники какой-то там танки то что они захватили там немного украинской армии сейчас кроме российской привезли или местная значит я что еще насчет воинских частей из 20 тысяч украинской армии что там находилась семнадцать тысяч приняла присягу россии 17 примерно 3 тысячи у которых родственники дело в чем что у нас в основном контингент там в основном крымский вот три тысячи высшего состава офицерского которые были направлены с украиной и другие которые служили с украины они все были им был предоставлен коридор и они были отправлены обратно вот а гражданский много покинули но по некоторым данным до 1000 татар уехала из крыма испугались что начнутся репрессии против них и тому подобное чуть ли не выселение но это уже украинская пропаганда поработала что начнутся выселение гражданских мало уехала совсем мало украине люди немножко дезинформированы они звонят вот знакомые звонят говорит у вас такой там такой ужас у вас война приезжайте к нам мы вас тут накормим мы вас тут обогреем я но вот мои знакомые отвечают да у нас все в порядке у нас хорошо все все нормально на референдум люди пришли я сам стоял в очереди на референдум все проголосовали никаких потасовок там не было потому что она у меня наверно половина моих друзей участвовала в избирательной комиссии да никаких потасовок там не было там хоть украина говорила что там вообще проголосовала 30 процентов только вот местная осталась или из россии тоже что скажу часть милиции тоже опять же руководящего состава бросила свои посты уехала местная милиция которая набрана из крючан они все приняли опять же российскую присягу и сейчас работает так же как работали тем более что они довольны и подняли зарплату чуть не в три не в четыре раза новую российскую чуть не в 4 раза мой товарищ который у меня меня в свое время в секции опять же занимался он закончил харьковское военное училище милицейское военное училище милицейское училище внутренних войск Харьков закончил вот вот у них все приняли присягу буквально все 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 Вся их часть, а он рядом с моим институтом стоит, в самом центре города, они все приняли российскую персеву. Несколько офицеров высшего состава сбежало в Киев, все. Их отпустили, никто им не причинил никаких препятствий. Еще один вопрос. Веб-камеры, установленные на курортах Крыма, не будут пусто? Что? Пусто на курортах, на пляжах. Нет, почему? Люди едут. Нет, веб-камеры, я смотрел записи с прошлого года, толпы, и сейчас можно открыть и посмотреть, что в Крыму на 2-3 человека, и в море практически никого. Не знаю, я не знаю, потому что я в этом году на море не был, лично я. Мне было просто не до этого, потому что у меня было много и своя работа, и с обороной я работал, и готовил людей для отправки, готовил людей для отправки туда, до Юго-Ростов. Только провокации еще были, да? Были провокации. Были. Вот только за последний месяц было задержано порядка 40 человек. Притом, одна группа была задержана с Автомайдана, так называемый Автомайдан был такой. Один из украинских режиссеров, который снял какой-то фильм, молодой парень совсем. Ну да, это у нас пресс проходила. Да, да, проходила, да, вот была задержана группа, а вообще порядка 40 человек было задержано за последнее время. Когда еще референдума не состоялось, были стычки. Были стычки порядка 6 наших ополченцев пострадало. По референдуму, по численности вопрос, там сколько, количество, ябка какая была? А какая вот была объявлена, та и была. Ну вот, 87, да, по-моему, процентов. А вот здесь, что интересно, если, какова численность крымчан, отсутствовавших в Крыму в момент проведения референдума? Не знаю. То есть, вот если мы знаем, что в Западенце многие работают в Европе, много ли крымчан уезжают на заработки? Ну, да, в Россию ездит, много ездит в Россию. То есть, можно предположить, что весомая доля среди тех тринадцати процентов, которые не явились, они попросту физически отсутствовали в Крыму? Да. Понятца история, возможно. То есть, почти 100% поддержка к кому-то существует? Да. То есть, вот этот дом, который был рассказываем? Когда были объявлены вот эти вот данные референдума, всю ночь Симферополь гулял. Всю ночь. Забита площадь Ленина была настолько, что стояли люди вокруг сотни российских флагов. Сотни российских флагов, короче, и даже самооборона, которая охраняла, охраняла Верховный Совет, значит, ее даже оттеснили немножко, она там чуть не под самыми дверями стояла. Основной фактор вот такой поддержки, на ваш взгляд, это что? Ну, я знаю, что там в Крыму-то все время были такие прорусские настроения. Но вот что явилось? Вот именно Майдан? Майдан. Именно Майдан. Ну, как Майдан? Или вот это вот то... От Майдана может быть не только. Нет, вообще-то Крым всегда считался пророссийским региономом. Все 23 года. Он считался пророссийским регионом. Власти в Киеве не знали, что с ним делать вообще. И усиленно насаждали антироссийской риторикой все свои телеканалы. Что Крымчанам не нравилось. Вот это вот оно набухало, это ненависть набухало, набухало, пока не взорвалось. Это как нарыв. Это именно ненависть была? А? Именно ненависть это была. Ну, наверное, потому что, ну, вот этот вот, вот эти, которые сейчас пришли к власти, крымчаник просто на ногу не переваривает. Никого. Никого. И даже многие крымские татары уже. А если они вначале там кричали, а, в России будет плохо, опять будет это самое, то теперь многие замолкли. Многие замолкли. Вот. И уже как внешне смирились. Ну, вообще-то, радикальных элементов среди крымских татар были, было, ну, повторяю, 5-6 тысяч человек. Это из 240 тысяч, которые сейчас там проживают. Вот. Остальные хотят просто работать, жить нормально, и все, больше ничего им не надо. Иметь свой клочок земли, там, свой дом, там, и все такое. Украинские власти тем же не занимались, вот они надеются, может, что-то изменится с приходом России. Может, надеются. Вот. Но есть радикальное крово, которое до сих пор продолжает это самое, мутить воду. Ну, видели, наверное, все, когда персоной Нонграда был объявлен этот самый, как его... Мустафа Джамилев. Джамилев, да. Мустафа Джамилев был объявлен. Видели, как крымские татары прорвали этот самый границу с Украиной, зашли на территорию Украины, вот, и попытались его провести обратно. Провести обратно. Но тут же была вызвана самооборона, приехало порядка несколько сотен самообороны, подтянулся Беркут, вот, и все перекрыли. Сказали, хотите в Украине, вот туда идите, значит. Вот. Туда идите, это российская территория. И потом, после долгих переговоров, их вот так вот стояла самооборона и Беркут с щитами, и их по одному вот так вот проводили. По одному. Там их было порядка около тысячи человек, татар, которые Джамилева встречали, около тысячи человек. И вот до самой глубокой ночи мы это вот шли, 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 шли. Джамилева, ой, этого Чубарова тут же вызвали в прокуратуру, Маклонская, наш новый прокурор, который назначил уже новую власть, Магландис Аксенова. Она сказала, что еще одна такая провокация, мереженность будет закрыть. То есть, будет прекратить свое существование. Еще одна такая провокация. Говорит, все, мы живем по российским законам, и вот это то, что на Украину смотрело сквозь пальцы, на все ваши выкрутасы, этого больше не будет. Извините, что будет закрыто, я сказала. Да? Татарское собрание. Да, да. Но это незаконный вообще-то орган. Он официально нигде не зарегистрирован. Он нигде не зарегистрирован официально. Есть татарские организации, зарегистрированные официально. А Минжис он никак не зарегистрировал. Но по российским законам, в общественной организации не обязательно регистрация. Ну, у нас обязательно. Вот я даже свой клуб я регистрировал. Но это на Украине было? Это на Украине. Я регистрировал свой клуб. Чтобы мне преподавать людям рукопашный бой, систему выживания, психологическую подготовку, мне нужно было это все зарегистрироваться. Все это регистрировал, конечно, как молодежный военно-спортивный клуб. И мы заговорили, что мы занимаемся самообороной, походой ходим. Самообороной без оружия, да. На самом деле, мы людей готовили серьезно. Мы готовили к войне на всей кисличке. А много человек про это готовили? А? Вы много человек подготовили? Ну, я скажу, что за 15 лет последних, наверное, человек 600. А кто вас финансировал? Никто. Ну, как никто? Вот так. А вот так нас никто не финансировал. В смысле, вы арендовали помещение? Арендовал помещение. Мне люди платили за тренировки. Я часть этих денег за аренду помещения платил. А, в смысле, это платное обучение у вас? Это платное обучение. То есть платные курсы были подготовлены к военной деятельности, да? Да, так точно. Нет, ну, помимо, там же и украинские служащие СГУ были, да? М-м. СГУ-шники были в этой секции? Да, часть СГУ-шников посбегала. Часть осталась, приняли, опять же, присягу. И сейчас они работают как ТПСБ. Да. Да. Ну, они проходят часть себе переаттестацию, там, в общем, законы учат, и тому подобное. Вот. Естественно, их проверяли, смотрели, и тому подобное. Вот. Часть, конечно, возможно, выгнали. У нас возгнали практически всю прокуратуру. Поклонская набрала новых людей сейчас. И часть прокуроров сейчас российские у нас. Вот. Старых, но их повыгоняли. А там сплошные взяточники. Сплошные взяточники. Зарплата прокурора 5-6 тысяч гривен. 5-6 тысяч гривен. Это зарплата прокурора. Они приезжают на машинах по 60-70 тысяч долларов. Ну, как можно? Я не понимаю, например. У нас не так. Вообще, в России, да. У нас не так, конечно. В России все гораздо лучше. Нет, я не знаю, как в России. Я говорю так. А чего сельферопольцы ждут от России? Сельферопольцы? Вы же сельферопольцы? Защиты и стабильности. Мы не хотим, чтобы у нас было вот то, что сейчас на Юго-Востоке. Так вы же именно в Юго-Восток сами посылаете вооруженные формирования? Конечно, посылаем. А если они будут вам посылать? И вы не хотите, чтобы у вас чужие вооруженные формирования к вам прибыли? Мы не хотим, чтобы у нас была украинская армия. Вот эти фашистствующие элементы. Мы не хотим их. На данный момент уже вы являетесь частью Российской Федерации. Я имею в виду, вот все, вы живете в Российской Федерации. Чего вы ждете от России? Каких изменений, на что надеетесь, чего хотите? Ну что вы? Я не знаю. Мы надеемся, что в Российской Федерации все-таки будет стабильность какая-то. И закон немножко будет. Которого на Украине не было никогда. И во-вторых, мы можем спокойно слушать российские каналы, разговаривать на родном языке. Кстати, извините, вот до Майдана, вообще до всех этих событий, в Крыму сколько было примерно каналов, вещавших на русском телеканале? На русском? Четыре. Четыре? Да. И двенадцать каналов украинских, которые на украинском, в основном, вещавших. Ну да, иногда вот, даже если на русском языке идет фильм какой-то, всегда титры украинские идут. Я вот киев. Да. И на Крыму тоже надо. Так, подождите. Вы говорите, то есть у вас вот по фидерам, антеннам, подседине, да, было порядка двенадцати каналов, я понял, да? Ну или пятнадцать, да? Из них четыре канала на русском языке, один на крымско-татарском. Нет, три канала на русском, один на крымско-татарском. Четыре, да? Четыре. А остальные были, значит, восемь, там, десять каналов на украинском языке. Да, да. Спрашиваются в задачнике, а кто смотрел эти каналы на территории Крыма, если на Сильклассе? Смотрели, потому что, ну... Футбол, фильмы. Да, там фильмы. Да, и каналы центральные просто. Да, это центральные каналы. Центральные, в смысле, киевские. Киевские. Киевские центральные каналы. Учишь же украинский язык. Один плюс один, значит, Интер, пятерочка, пятерка, пятый канал, товарища Порошенко. А в школах обучали на русском языке? На русском языке. То есть украинского не было вообще? Был, у нас были украинские школы. У нас были крымско-татарские. Были и такие школы, и такие? Да, и крымско-татарская школа была. Четыре школы. А какая-то конкуренция была, скажем, люди там хотели именно в украинскую школу ловать? Кто хотел, тот шли в украинскую школу, пожалуй. То есть места были, не было очередей? Не было никаких очередей. Проблем с этим не было. Тем более, что у нас построена огромная школа украинская. Там порядка двух с половиной тысяч человек может обучаться. И один из спонсоров построения этой школы был Яценюк. Там его фамилия золотыми буквами выбита на фойе этой школы. А где детские сады, там, ясны, какие-то проблемы устроили? Проблемы с детскими садами у нас были, потому что большинство детских садов было закрыто. Ну, как и в России. Да, большинство детских садов было закрыто. Проблемы были, и постоянно очереди были. В детские сады дети зачастую попадали через взятку. Еще один вопрос. В Крыму на побережье много ли было резиденций киевских? Или частных дворцов киевских политиков? Весь южный берег Крыма был застроен дворцами, и местные жители очень возмущались. Даже проход закрывали? Потому что не закрывали проход к морю. Люди не были. И что сейчас с этими? Самооборона приехала, все посрезала. И сказала, не дай бог. А там сейчас будут принадлежать эти дворцы? Ну, или там, отельжили? Я не знаю. Там сейчас прокуратура этим занимается. Сейчас на собственность? Сейчас прокуратура этим занимается, и Аксенов сказал, говорит, уже может разобрались, может не разобрались. Он сказал, до конца июня вопрос этот решит. Ну, сейчас ни одного забора сейчас нет. Ни одного забора нет, и люди очень довольны, потому что они свободно выходят к морю, где заходят. А вы знаете, что у нас на Черном море есть заборы? А? В России есть на Черном море заборы. Да? Ну, вполне возможно. Ну, я думаю, что там, где форос, конечно, ничего не зря. А вопрос вот еще насчет украинских банков. Как они ушли просто с территории Крыма и все? Почти все банки ушли, да. А как там, кредиты какие-то были там? Были. И что и как это все решается теперь? Были кредиты, были это самое. Ну, остались сейчас вот, как это, Росбанк, или как он называется? Сбербанк. Сбербанк, да. Сбербанк занимается вообще этими всеми вопросами, связями с этими банками. Там вклады какие-то. Ну, вот, например, у меня там было на накопительной книжке лежало там что-то 800 рублей. Я пришел, показал. Они мне сказали, там, какую-то форму заполнить, говорит, мы вам вернем, то порубляем. Да, наверное, гривен. 800 гривен, да. 800 гривен у меня лежало. В смысле, куда вы пришли? Ну, в Росбанк. А, в Сбербанк. Сбербанк. Ну, да, или Сбербанк. Сбербанк или Росбанк? Сбербанк. Сбербанк. Ну, там не привык. Да, я пришел, показал. А вот у меня была накопительная книжка на вот этом, Коломойского, как его? Приват-банке. Приват-банке, да. Накопительная книжка. Вот. У меня была. Они посмотрели, сказали мне какую-то форму там заполнить. Я там ее заполнил, короче. Они сказали, оставляйте у нас, в течение месяца вас вызовут. Вам дадут деньги в российских рублях. А это уже произошло? Да. Нет, еще не произошло. Это было как раз перед тем, как я отсюда. То есть подняли зарплаты, я так понимаю, подняли пенсии? Пенсии, наши пенсионеры очень довольны, потому что им подняли пенсии в три раза. А цены как? Почти в три раза. Цены не выросли? Цены у нас ниже, чем здесь. Гораздо ниже. Например, картошка у нас стоит, даже вот только-только появилась картошка, она стоит 30 рублей у нас. 30 рублей. У нас рублей 45 стоит сверху картошку. Ну, да, да, да. А сейчас она будет, это вот только свежая картошка, а сейчас она будет падать цена на нее. Она же завозная вся картошка входит, да? Вся картошка завозная в Крыму. Ну, в основном, да, с Украины везут. С Украины везут. А то есть отношения все-таки остались, да, какие-то? Экономические отношения остались, а какая разница? Ну, поэтому экономика меньше всего интересна. Да. Экономически остались. До сих пор с Украиной торгуют. А какая-то еще проблема с водой там была, что-то украинцы пытаются перекрывать. Проблема с водой была большая, потому что они перекрыли Северокрымский канал, и практически мы урожай рейса в этом году, как говорится, погубили. Вернее, они погубили, нам урожай рейса. А рисом Крым кормил полукраины, да еще и продавал, по-моему, куда-то. Полукраины, короче, осталось без нашего крымского риса. У нас рис выращивался в нескольких сортов, разный выращивался, но так как воды не было, а в рису ему нужна вода, мы этот урожай погубили. Но дальше быстро очень среагировали. Россия очень быстро среагировала, она прислала трубопроводные войска. Быстро вскрыли те артезианские скважины, которые у нас находились, и через трубы еще отвели из наших крымских речек воду в канал, в этих самых, не водосборниках, а как он называется, водохранилище. Водохранилище. Ну вот у нас, например, в Симферополе проблем с водой не было. Ну только она не зависит сверху. Да. Да. А урожай тоже не погубили, потому что у нас очень много дачников, они выращивают и продают на рынках своем. Мы в основном, а крупные, крупных каких-то таких вот у нас сельскохозяйственных, сельскохозяйство, по сути, в Крыму загублено. Загублено. А виноградники там было? Ну виноградники, да. Вот виноградники, да. Ну перешли на вот это вот, как это, капельное орошение, или как оно называется, на капельное орошение. Ну в принципе, недостатки продукта Крыму сейчас нет, совершенно. А что еще там Россия сделала для вас там? Там, вы говорили, пляжи там почистили. Почистили пляжи, 600 пляжей было почищено. Это за последний месяц? Да, вот перед сезоном, сразу вот как только референдум состоялся, приехала большая команда с России. Они приехали с приборами, которых у нашего МЧС никогда в жизни не было. Вот. Всякие там локаторы бокового обзора, всякие там видеокамеры. И они буквально вот прибрежную полосу в 600 пляжей почистили. Буквально вот... А чем чистили, извините, какими приборами-то? Нет, они посмотрели, что на дне. Вода, море. Что на дне лежит. Что на дне затонуло что-то. Да, потому что попадаются бутылки, банки, там куски железа, там все что угодно попадается. И у нас многие люди из-за этого получали травмы и тому подобное. Так а чем чистили-то? Смотрите, чистили. Да какая разница, побережье? По берегу. По берегу. А мост, так собирается строить Стамаску полустрова? Мост, но проект вроде утвержден, уже утвержден, что будет две линии автомобильные и две железнодорожные. Хотели там что-то рыть, но вроде пока рыть не собираемся, ни каких подводных вот этих вот труб делать не буду. Вроде проект утвержден, сказали в течение трех-четырех лет может быть сделано. Но будет, не будет, посмотрим. Пока пустили четыре парома, был один паром, иногда два, сейчас четыре ходят парома. И еще эти саперы там навели вот эту вот переправу на понтонную. Вы говорите, вы были руководителем клуба, как бы я говорил. Да, военно-спортивный. Вы были в системе государственных каких-то... Это общественная организация. Просто общественная организация, которая существовала самостоятельно. Молодежный военно-спортивный клуб «Барш». Чем хорош молодежный клуб, что молодежных клубов не берут ничего. То есть ты не можешь... Это было при Украине? Да. С вас не брали налогов, с вас ничего не берут. С вас не берут налогов, ничего не берут. Вы каким-то образом с властью взаимодействовали? А? С властью украинской до того, как были присоединены к России взаимодействовали? Никаким образом не взаимодействовал. Пытался наладить работу с молодежью, потому что у нас молодежь брошена. Те клубы, которые существуют официально, например, Федерация Восточных Единоборств, цены такие, что простой человек туда попасть просто не может. Вот. Платить, извините, 300 гривен за две тренировки в неделю... 300 гривен это в рублях сколько получается? Раз в тысячи. Раз в тысячи. Нет, 1200. 1200. 1200 рублей в месяц. В месяц. Ну, в России на самом деле дороже. Ну, что вы хотите, если у нас зарплаты были, вот зарплаты, вот у меня, у начальника охраны, который работал в институте начальником охраны, у меня 20 человек подчиненных было, значит, я получал зарплату 1400 гривен. А, цены сильно поменялись с тех пор, к вы присоединились? Цены выросли, но и зарплаты выросли. Ну, а с основных размерами? Зарплата выросла больше? Зарплата выросла больше, чем цены. Да все там хорошо, первый канал не врет. Нет, я не про это, мне просто интересно, как это было. Зарплата выросла больше, чем цены. Бензин сильно подешевел. Бензин, у нас был поначалу бензин, но перевести, если на рубли, 50 рублей. 52 даже рубля было. Это 95-й бензин, сейчас 95-й у нас 37 рублей. Еще, я так понимаю, что у вас два ученика особенно отличились при обороне Донбасса. Да, да, вот недавно прислали мне фотографии с Донбасса, да. Это мои ребята, они занимались у меня где-то около пяти лет. Оба занимались. Один, правда, из них, он сейчас не в Симферополе живет, он живет в Ростове, на Дону. Он живет в Ростове, на Дону. А чем, если не секрет, отличились? А? Если не секрет, чем отличились? А я не знаю, я не знаю, чем они отличились. Мне фотографии прислали, что им там эти самые, каково, вручила Донецкая... Ну, Георгиевский крест за номером то ли 104, то ли 04. Да, Георгиевский крест. 04, по-моему. Да, рядом с ними был третий человек, которого мы не знаем, да? Да, третьего человека я не знаю. Который получил этот самый крест за сбитие из автомата... Не, из пулемета. Из пулемета, он там с такой дурой стоит. Короче... С самолета или вертали? С самолетом. Самолет вроде сбил с пулемета. То есть, скорее всего, они тоже что-то сотворили похожее по масштабу. Грача сбил? Штурмовик? Ну, я не знаю, чем он там. Может, разведчик сбил какой-нибудь их... Может, вот Ан-32 или Ан-24 какой-нибудь там... Турбовинтовой. Из пулемета только когда самолет сбили, вот насколько я помню из новостей. Ну, я не знаю. Короче. Они мне просто фотографии прислали, что они там стоят, вот это вот, с этими медальками. Ты сразу после награждения был? Да, сразу после награждения. Ну, вчера буквально, да? Вчера они прислали. На мою страницу. Ну да, интересно. Ну что, еще вопрос есть? Чего вы ожидаете от Донбасса? Вы готовите людей, которые управляете туда? Для чего это для чего? Для того, как готовят. А вообще, вот человек пять лет занимал. Нет, нет. Подождите, это вопрос. В целом, туда отправили порядка 400 человек. У нас 15 тысяч беженцев в Крыму сейчас. И они рассказывают, что там творят эти уроды. А как? Там наши люди. Там такие же люди, как мы. И думают так же, как мы. Вот. Мы терпеть этот фашистский режим не будем. И не хотим. И если российская власть, так сказать, с ними не захочет как-то защитить людей из Донбасса, будем защищать мы, значит, кранчане. Потому что это такие же наши люди. И вы ощущаете поддержку со стороны России? Я не знаю. Но, во всяком случае, оружием наших бойцов снабжают. Они же не с воздуха берут оружие. Но источник все равно неизвестен, да? Источник неизвестен, конечно. Да мне не посвящают в эти дела. Я готовил, я готовил, вот просто мне попросили там подготовить людей. Я их подготовил и отправил, вот. Я их немножко поучил, как действовать, допустим, в бой в городе вести. Как перемещаться под огнем противника. Как быстро перезалежать автомат. Известно, что из России оружие идет, да? А? Конечно, откуда же еще? Так неизвестно. Неизвестно, кто конкретно. Не, известно, что оружие и есть. А источник... Да и оружие может в разных местах идти. И Украины может быть откуда угодно. Дело в том, что вот там же на Западной Украине во время Майдана там же пограбили армейские склады. Пограбили. И они могли это оружие продать, но там вас вполне. Вполне могли продать. Вполне. И мне говорили ребята, что украинские военные продают им оружие. И даже есть тарифы. Сколько стоит там БТР, сколько стоит там гранатомет. Глючи от Киева они там. Можете еще. Чуть-чуть не тарифы. Подороже. Ну, в принципе, там же тоже нормальные люди в армии в Украинской, которым совершенно не хочется воевать. Вот это... Защищать эту хунту. Они вынуждены это делать, потому что не всегда могут отказать. Их семьи находятся под угрозой зачастую. Есть радикальные крыло. Вот этот правый сектор. Есть радикальные, так сказать. Ну, вы... Это самое... Недавно мы смотрели видео, да? Во что там превратили народ. Насколько его зазомбировали. Так, а отец сказал, ну, мы фашисты и... Да, метро в Киевском. Там кто-то крикнул, слава Украине. И все, метро орет героям слава. А отец сказал, ну, и вы фашисты. На него кричали так, что как будто он, я не знаю, враг народа какой-то. Не, ну, не убили, а... Не убили, но... Притом женщины, такие под 40 лет, вот такие вот женщины кричали. Да, весь вагон. А в Симферополе много украинцев, которые поддерживают Киев? В Крыму вообще 23% украинцев. Ну, я, поскольку я сам в Симферополе, я поэтому и спрашиваю то, что... Я не знаю. Я знаю, что самое большее, сколько они собирали на свои митинги в Симферополе. Но это было несколько сотен человек. А сколько их поддерживают, ну, черт его знает. Я не считал. Но несколько сотен человек, вот они как-то собрали там, с украинскими флагами и тому подобное. И то, по-моему, в Симферополь часть привезли из сел там, из близлежащих, так говорится, районов. Потому что в самом Симферополе я не думаю, что такое количество... А деятельность Батьковщины, Свободы, чего там еще? Запрещена всем в Крыму. В Крыму запрещена, прокурор... А их имущество? Уже нету там никакого имущества. На месте Батьковщины сидят сейчас у нас родноверы. Родноверческая, так сказать, община сидит. А можно у вас спросить? Вы живете в Симферополе, да, постоянно? То есть последние 20 лет жили в Симферополе, да? Нет, не 20 лет я... Ну, сколько? Ну, вообще, да, да. Здесь, с 91-го года. Ну, да, ну, с 91-го года, да. А чем Симферополь занимался, вот, после развала Советского Союза? То есть, за счет чего город существовал? Ваше впечатление? За счет разграбления того, что осталось от Советского Союза. Вот этим и существовало. Потому что у нас практически ни один завод сейчас не работает. А у нас было порядка 30 предприятий крупных в Симферополе. Практически ни одно в полную силу сейчас не работает. Некоторые вообще уничтожены полностью. У нас был прекрасный завод 1 мая, который делал детское питание. Вот. Джемы там, варенье делал. Он полностью уничтожен сейчас. Тем более, что ничего это искать не надо было. Это все росло в Крыму. То есть, привозить откуда-то издалека. А сейчас растет вот такие знаменитые фруктовые сады-то живы, нет? А? Фруктовые сады-то живы? Под Почесаем. Есть фруктовые сады, есть, но не так много, как раньше. Но что-то удалось сохранить. После Горбачевской борьбы с виноградниками, а не с пьянством, тоже кое-что удалось сохранить. Часто люди просто жертвовали, так сказать, ну, то есть, делали это на свой страх и риск. Положением. Да, положением своим. Извините, так а чем, вот чем кормятся люди в Симферополе, в смысле? Вы сказали, сейчас заводы не работают, да? То есть, а за счет чего люди живы? Нет, там работает несколько предприятий, они работают в полсилы там. Но они не выпускают и десятые части того, что выпускали при Советском Союзе. Но источник дохода населения, то есть, население в Симферополе порядка 200 тысяч, да? Больше 330 тысяч. 330 тысяч, да? Но население в Симферополе росло в Симферополе. Да, 330 тысяч. И где оно, вот это население за счет чего кормится? Если тем более оно увеличивается. Ваши впечатления? За счет чего? Торговля в основном, бизнес. Ну, вот торгуют кто чем. Анисативная рента, а строительство, агентство, строительство, да, вот строят там в основном банки и офисы. Строители, кстати, у вас приезжие или свои собственные? Свои собственные. То есть, приезжих нет? Ну, я имею в виду до присоединения. Я скажу так, вот у вас здесь, я смотрю, очень много о Средней Азии. Вот у нас этого нет. У нас своих татар там хватает, да и крымские. У нас на рынке все крымские стоят. Там нет чужих. Вот. А это самое... Допустим, на стройке тоже все крымские в основном. Нет чужих. У нас сейчас большое очень пошло. Но мода на... Раньше как-то люди не очень, а сейчас вот дачные поселки. Вот вокруг Симферополя сейчас образовалось огромное количество дачных поселков. Вот. Ну, и вот там очень много строится. Люди строят. Ну, собственно, и дома. Да, собственно, и дома. Ну, не каждый может сам построить. Он нанимает людей. И вот этим занимаются, что строят. Так а на какие деньги эти люди? Господи, знаете, на бутылке закончен. Что тут интересно? Ну, что... Живут и живут люди. Живут на что-то. Я не знаю. Кто-то хитит на что-то. Как у нас города жил пронизор? Как у нас жили, допустим, в... Да, ничего у меня отличается. Я вот на что в последнее время жил? Я работал в охране, потом стал начальником охраны. У меня сутки отработал, трое дома. То есть я могу заняться чем угодно. Я, например, свою дачу приводил в порядок, потому что ее надо было как-то приводить, потому что мне ее продали в ужасном состоянии. Вот. И одновременно вот тренер тренировал секцию. У меня было порядка, ну, 50 учеников. То есть вы работали вот на двух работах, и за счет этих денег сами жили дачу еще, ну, обновляли. Я так понял вас. Да, да. Ну, мне жена одно время обновляла скорее не из этих денег. И денег хватало только на то, чтобы нам прокормиться. Вот так. Две работы только прокормиться, да? Только-только прокормиться. Моя жена одно время, она работала в украинско-турецкой фирме. Она хорошо знает турецкий язык. Она, у нее, ну, вообще тяга к языкам. Она буквально за два месяца выучила турецкий язык. Она работала месяц в Турции, месяц в Симферополе сидела. Много, кстати, людей... Она переводчиком работала. Она торговала, и одновременно работала переводчиком. Менеджером, да? А? Менеджером или просто торговала? Ну, предлагала товар там и тому подобное. Надо было переводить, потому что это славянский базар, так называемый, есть такой в Стамбуле. В Стамбуле славянский базар, там в основном все выходцы из СНГ. По вашему впечатлению, много ли людей из Симферополя, скажем, могло себе позволить поехать за границу куда-то? Очень немного. Немного? Очень много. Много, наверное, у вас и сидело у себя дома в Симферополе? Очень немного. А основные направления, куда ездили, это какие? Ну, скажем, Европа или это Турция, Азия? В основном Турция. В основном Северополе? Да. В основном Турция, ну и в Россию, естественно. Вот. Ну что, все, хлопок. Все, спасибо вам. А я потом думаю, какой из них. Да, какой из них. Какому синтезировать? Да, ебан. Молодцы. Ну что, мне не успел сказать про окончание подлача? Нет, я не знаю, просто им можно еще послушать про Приднестровье, про опыт войны. Да, лучше про Приднестровье.